Всем привет! Сегодня мы поговорим о поражении вашего домашнего питомца глистами. Посмотрите на фото. Этот щенок поражен глистами, его живот раздут. Немного коротко расскажу. Есть три вида гельминтов. Нематоды, цистоды и трематоды. Основные, которыми часто болеют кошки и собаки, это нематоды и цистоды. Они поражают кишечник, печень, кровеносные сосуды, сердце и органы дыхания. Для заражения глистами достаточно проглотить пыль с вашей обуви или проконтактировать с другим животным, получается зараженным. Один вид гельминтов всегда имеет наличие промежуточного хозяина. Это могут быть мыши, рыбы или другие животные. Наиболее частые признаки поражения вашего питомца это рвота, диарея или наоборот запор. Иногда бывает кашель и если поражение большое, то в рвотной массе и калии можно увидеть живых гельминтов. Глисты вашего питомца могут угрожать и конечно же вам и всем членам вашей семьи. Поэтому вашего животного нужно обязательно обрабатывать препаратами, их сейчас очень много, обязательно нужно дозировать по весу. Запишите в блокнот, какой препарат вы давали и когда он был введен. Кошек и собак начинают глистогонить с трехнедельного возраста. Котят и щенков до полугода глистогонят один раз в месяц, а начиная с полугода один раз в квартал. Не давайте вашим питомцам сырое мясо и рыбу. И даже если нет никаких признаков, регулярно давайте препараты своей собаке, даже если она не ходит на улицу. Сейчас очень большое количество разных препаратов, которые обязательно вам подойдут. Есть таблетки, есть суспензии, которые очень легко давать своим питомцам. Обязательно найдете то, что вам нужно. После обработки животного обязательно продезинфицируйте его место обитания. В квартире обработайте все его лежанки, игрушки и все то, что можно обработать, где находился ваш щенок. Продезинфицируйте и будете спокойны за своего питомца и за свое здоровье. Пишите комментарии, отвечу всем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду рада всех видеть на своем канале. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok